Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Майя Донцова ждет прихода парней на проект, она приглашает всех на кастинг. Я в активнейшем поиске, пишет Майя. Парни, где вы? В недавнем эфире выяснилось, что Майя и Маша Кахно употребляют спиртные напитки практически каждый день. Поэтому ведущие объявили мораторий. В течение месяца запрещен выезд за периметр всем участникам. Роман Баранчук продолжает отбиваться от навязчивых ухаживаний новенькой Саши Черно. В недавнем эфире показали, как он привязал доставшую его Сашу к стулу и пообещал устроить ей разбор полетов. Юмористическая сценка чуть не закончилась печально. Черно упало вместе со стулом и едва не разбило голову. На острове любви Ваня Барзиков очень эмоционально отреагировал на то, что Лиза поддерживает Юлию Ефременкову, которая в недавнем прошлом была интим-моделью. Ваня накостылял Лизе и бросил ее в бассейн. Мария Кахно рассказала о том, что Либерж Кпадону и ее бывший парень Дмитрий Лукин встречаются. На съемках одного из ток-шоу к Маше подошла Либерж. Она поинтересовалась, не против ли Маша их встреч с Димой. Кахно ответила, что не против, потому что с этим человеком у нее больше никогда ничего не будет и она счастлива, что вовремя вышла из этих отношений. Полянские участники решили проучить Ольгу Рапунцель. Она возомнила себя звездой и не готовит вместе с другими девушками. Чтобы ее проучить, собрались и пошли к ней на кухню готовить. И пообедать тоже решили там. И все тяготы уборки после этого остались на ней. У Рапунцель была истерика. Как так, я королева и должна за ними убирать? Новая ведущая Ольга Орлова заселилась на три дня в женскую спальню. Она хочет познакомиться с участниками и разобраться в их запутанных отношениях. На скромную и мудрую Ольгу Орлову уже появился компромат в сети. Это ее пикантные фотографии. Так что Ольга будет на проекте «Как рыба в воде». Она оказалась на своем месте. В интервью одному из популярных каналов Бузова обратилась к бывшему мужу и к его новой избраннице. Она пожелала им гореть в аду. Вот что дословно она сказала. Я не держу на них зла, потому что это их решение, их выбор. Если так случилось, значит так должно было случиться. Я отпускаю вас. Горите в аду. Ой, а что это я вслух сказала? Я имела в виду, отпускаю вас. Будьте счастливы. Недавно покинувшие Дом 2 Саша Гозиас и Костя Иванов публикуют новые фотографии. Они радуются свободе. Гозиас пишет, что скоро выходит на работу и очень рада этому. Похоже, что Вика Романец и Антон Гусев снова помирились после недавнего скандального расставания. В сети появились их фото вместе около храма. Ольга Везер и Глеб Жемчугов смогли найти общий язык и решить вопросы о совместном воспитании сына. Сразу после развода Ольга не хотела встречаться и общаться с бывшим мужем. А теперь она все чаще отдает мальчика Глебу и проводит время с подругами. Жемчугов как раз снимает квартиру неподалеку от того места, где живет бывшая жена и сын. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.